Всем привет, с вами я, Ван Грешник, мы продолжаем играть в падение вампиров. У нас новый уровень. А, он у нас в прошлой серии, судя по всему. Так, подожди, у меня много зелий, давай я их выпью. Вот эти два зелия надо выпить. Это взять, это взять. Смотри, годный совет был, посети северного торговца Вестхевене, мы как раз в Вестхевене. И здесь, посмотри, бижутерию и доспехи. Ведь правда, мы же не смотрели ни бижутерии, ни доспехи, мы смотрели с тобой только вооружение. Это во-первых. Во-вторых, написали про плащи, про какой-то кубок. Вот это, не знаю, спойлер или нет. Ну, это спойлер, скорее, механики в будущем, которая будет. Но я не буду его рассказывать тем, кто смотрит в первый раз. В будущем сами все узнаете. Комментарии лучше не читайте. Да и вообще, не пишите в комментариях спойлеры, опять же. В особенности к вампирам. Я понимаю, в Grim Souls в каких-то моментах можно, но в вампирах не стоит. Я задаю какие-то вопросы. Вот на эти вопросы я с удовольствием посмотрю комментарии. Как-то отвечая на мой вопрос, старайтесь понимать, что я не играл в эту игру так долго и так много, чтобы знать, что там будет впереди. То есть, для меня это загадка. Вы должны это понимать. И, по сути, раскрывая, там вот пойдешь ты вот этих вот всех боссов сделаешь. И там тебе что-то там вот это такое-то, 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 такое-то. Я не буду говорить, что там написали, но в таком смысле там было. Но это такое себе. Хочется об этом не знать до самого конца. Плащ зверя долины. Просто вот, например, я спрашиваю, нужны ли эти плащи? Просто напишите. Нет, они тебе не нужны. Все, ты можешь их продать. Я такой, хорошо, все, спасибо, я их продам. Чтобы они просто не засыряли нам склад и все. Вот этот плащ в продажу, он не имеет никакого смысла для меня. Шанс крита прекрасный, но нет. Уклонение, восстановление фокуса, это хорошо. Но в данный момент у нас есть плащ получше, потому что он дает предметы 15% вместо уклонения. Восстановление фокуса, то, что плюс 5 там, а тут плюс 6, это разница особо не сыграет. Я этот плащ чисто из-за того, что тут предметы плюс 15% беру, а не из-за того, что здесь больше даже та же самая броня. Тут даже брони больше. Да, тут даже брони на 2 единицы больше. Плюс-минус эти плащи одинаковые. Но тут, наверное, даже все-таки лучше уклонение 6%, жалко его продавать, но продадим, ладно. Этот вот булава нигде не понадобится. Вот комментарий хороший написал один из подписчиков, он просто написал, нет булава нигде в будущем не понадобится. Все, никаких подробностей больше не написано. Все, понимаешь? Вот прекрасно, прекрасно, спасибо большое. Так, доспехи. Мне кажется, мы смотрели разделы доспехов, у нас уже 11 тысяч. Когда мы успели их накопить? Главное, на кой хрен они нам нужны? Мифические доспехи, сопротивление, сопротивление, броня. Но доспехи что-то не очень. Мне не нравится. Тактика, вот уклонение 8%, молния оглушающая, хрень полная какая-то. А есть полностью доспехи на урон, интересно здесь? Типа увеличивающий урон. О, вот. Раскаленные перчатки мифические. Урон от оглушающего орудия 42%. Урон от орудия 25%. У меня сколько, подожди. 25 и 40. 25 и 40. У меня, конечно, хрень, да. Но у меня крит урон. У меня крит урон. Эти-то получше будут, пожестче. Я б купил. Я б купил, тем более стоят они. Они мне по карману. Не хватает 60 золотых. То есть они дают 63 брони, сопротивлению магии, огню, опыт за гуманоидов, за зверей. 22%. Ну это такое, но ладно, есть типа и есть. Но самое главное, они дают целых 42% к урону от оглушающего орудия. И в принципе, еще вдобавок, они дают 25% к урону от орудия самого. То есть двойной буст орудия. И от той, и от той статы прибавится. Нехило. У нас сейчас перчатки, в принципе, дают урон в процентах. Но дают его не столь мощно, сколько эти. Давайте еще бижутерию посмотрим, может это поинтереснее есть. Вот критический урон дает нагрудник. Но если честно, мне не хочется тратить вот на это. Вот оружие оглушающего орудия. О, 39% дешевле есть. И 23%. Ну конечно, нахрен нам дешевле, если можно взять сразу мифическое. С лучшей статой. Бижутерия, что у тебя есть по бижутерии? Так, кольца, урон от колющего. Вот нам по-моему такое кольцо на оглушающего упало, да? Да, 30, 15. Ну-ка подожди, это нет, реально это кольцо упало. Нет, у нас послабже. У нас 19, 9. Ну плюс-минус похоже это кольцо. Урон от оглушающего 30%. Блин, два таких кольца 60% к оглушающему урону. И 30% к предметам. И это мне по деньгам. И это грамотно. Ну не, подожди, это реально грамотно. Мы прибавим 60% к урону. Всего за 7200 монет, да? Получается так. 30% к предметам. И 200 здоровья. Ну так, грубо. Вот еще урон от орудия. Ну подожди, урон от орудия, конечно, меньше дает. Это невыгодно. Что здесь? Тут двойной тип. Вот я не понимаю... Неужели есть сборки? Нет, я понимаю, что они есть. Но как это играется? Урон от колющего. Вот, например, у меня есть пика, да? И молот. Типа молот откидывать и потом сражаться с помощью пики. Ну разве что вот такой какой-то билд. Но выглядит странно. Урон от колющего, режущего, шанс к рита. Вот у нас ожерелье плохое. Максимальная грузоподъемность 13 кг. Это неплохо. Нам надо повышать максимальную грузоподъемность. Она у нас уже сбита. Охотник, предметы, уклонения. Не хочется. Оглушающий урон 29... А сколько здесь? 30. Но тут здоровье, типа, урон от оружия. А тут выигрышная ситуация в том, что тут урон от оружия 17%. То есть только поэтому это кольцо больше дает в процентном уроне. Двойное складывание, так сказать. И от оглушающего орудия урон, по сути, 29%. И урон от оружия в целом 17%. Двойное увеличение урона. А так хрень. Из-за того, что тут режущий урон, я брать его не буду. Грузоподъемность, золото, охотник, ну такое. Предметы, вот неплохо. Уклонения 8% тоже неплохо. Вот. Божественное ожерелье мифическое. Максимальная грузоподъемность. Охотник, охотник. И урон 17%. Шанс крита, ну это хрень какая-то. Ну, шанс крита неплохо. Шанс крита надо бустить, потому что шанс крита у нас маленький. А критический урон тоже весьма большой. Урон от оружия, шанс критического удара, вот уже идет, видишь, тоже неплохо. Предметы идут, золото, максимальное здоровье. Охотник, ну такое себе. Вот, урон от оглушающего оружия и предмета. Блин, я бы вот такое кольцо взял. Не знаю, как ты хочешь, но вот мне нравится. Сейчас посмотрим сейчас все. Бижутерия это тяжелый выбор, видишь. Не знаю, я не хочу брать ожерелье, я бы взял, знаешь, урон от оружия плюс что-то к весу. Потому что с весом проблемы уже возникают. Это печально, вот. Жалко, нет оглушающего ожерелья. Типа, не просто урон, еще и оглушающий урон. Вот предметы дает тоже. Максимальное усиление на предметы я бы тоже сделал. Грузоподъемность 20 килограмм, предметы, уклонение дает она. Уклонение мы не сказать, что мы используем, но мы можем его вкачать. Вот, неплохо. Но мало, конечно, урона от оружия. Золото зато 30%. Это хрень. Самое дорогое кольцо, ну-ка. Урон от оружия, предметы, шанс крит удара. Вот это хорошее кольцо. Вот это хорошее кольцо. У нас стоит 18 548. Копить, конечно, долго. И таких кольцев надо 2, прикинь. Подобных, по крайней мере. То есть золото, здоровье, предметы. Урон от орудия идет. Не такой большой буст. Там вот 40%, а тут 25. Но он есть. И шанс критического удара 6%. Ну, вот шанс крита надо качать, конечно. Шанс крита тоже. Но это похуже. Блин, ну выбор сложный. А, во, оживили. Шикарный урон от орудия идет опять. Я полностью хочу собрать сборку на урон. Потому что живет наш герой и так нормально. Грузоподъемность 21 килограмм, золото 30, опыт-опыт. То есть, если спрашивать меня, предпочтуя уклонение или урон, я бы собрал на урон полностью. Ну, уклонение неплохо, но мы пока не качаем его. А урон очень сильно играет роль. Чем раньше мы закончим битву, тем будет выгоднее для нас. Я предлагаю взять вот это кольцо. За 7 тысяч. Она дает 21% к предметам. Дает 150 почти здоровья, 143. И дает целых 42% урона от оглушающего орудия. Хотя за эти деньги мы, по сути, сейчас можем взять охрененные перчатки. Которые дают нам и броню, и урон охрененный. Блин, 67% урона получается. Плюс выживаемость повысится. Что тоже охренеть. Блин, тяжелый выбор. Не знаю, давай возьмем бижутерию. Давай возьмем. Просто, ну, что-то пора бы уже купить, я считаю. Столько серий. Урон от оглушающего. Ну, 42% реально хорошо выглядит. Плюс предметы 21% и здоровье. Тоже повысит выживаемость. Да, давайте возьмем. Я хочу себе это кольцо. Одену как основное. Не знаю, есть ли от этого какой-то смысл. А вот это выберу как вспомогательное. Вот это кольцо на 16% оглушающего урона. Я просто продам. Оно уже не имеет никакого смысла. И все. Что хочешь с этим, то и делай. Так, взять зелье. Еще одну поставить. Давайте заберем ежедневный сундук. Посмотрим, что он выпадет. Ну, тут всегда, по-моему, фиксированный предметы. Да, это 2.10. Если не фиксировано, то какой-то рандом есть. Я предлагаю... Это что за знак вот это? Какой-то босс. Какой-то сильный босс. Так, может сходим вот на эту... Кровавая луна взошла. Подожди. Подожди. Взошла кровавая луна. Давай сходим, попробуем кровавую луну забрать. Мы с тобой ни разу этого не делали. Я думаю, что сейчас сил нашего героя достаточно, чтобы победить кровавую луну. Это во-первых. Во-вторых, про охоту мне написали, что... Отдельно вкладка охота открывает там задание. Ты охочешься на врагов и с этого получаешь награды. Было бы тоже неплохо это попробовать. Но все это, конечно, в фаренометраж одной серии не вложится. Подожди, ну-ка, задание. Да, вот, например, с ним на охоте. Поговорить с капитаном-охотником Фаулером. Кем? Фаулер, Фаулер, Фаулер. Кто это Фаулер? Фаулер. Фаулер. Я не помню такого. Подожди, Фаулер. Это не здешний охотник Фаулер-то? Не, подожди, это культ, задание культа. По-моему, охотник здесь Фаулер находится. У оружейника, нет? Вот ты не Фаулер. Нет, это Хакан. Подожди. У нас не было охотников Фаулера. По-моему, ни разу не было охотников. Есть метка на задание? Отслеживать как-то могу. Чтобы посмотреть списки лидеров, нужно быть членом клана 7. Короче, ну, не знаю. Ну, я думаю, было бы отмечено на карте, значит, мы просто еще не открыли себе этого охотника Фаулера. Или я попросту не помню, где он был. Вот и все. Ну, тогда это отойдет на потом. Явно не первый и не последний раз это мероприятие. Раз написали в комментариях, что в курсе, что к чему-то написали, как это происходит. Конечно, хотелось бы сейчас пройти, но раз у нас не открыто, то смысла нет. Опять же, смотрите, если он открывается где-то в будущем, в какой-то локации, не пишите мне где. Просто потому что... А вот это, кстати, по-новому. А, нет, не по-новому. Понимаете, в чем прикол? Не надо мне писать. Не надо мне писать о том, что... Вот, давайте пойдем на легкую кровавую луну. Вот сюда. Это в рынок Вудланд нам надо. Не надо мне писать, где находится этот охотник, если мы не были там. Если мы были в этой локации и я с ним разговаривал, напишите мне об этом в комментариях. Не надо писать о том, что... Где мы были... Точнее, где мы не были, понимаете? Не на до. Не надо писать, что он там в какой-то там деревне, в каком-то там городе, который ты откроешь в будущем. Вот это не надо. Просто вот мы были. Если мы там были и с ним разговариваем, а я забыл, то вот напишите. Вот ты был в таком-то городе, ты с ним разговаривал. Он вот там-то, вот там-то. У него берется здание. Бла-бла-бла. Все. Остальное, как бы, со временем откроется. Мы дойдем туда тогда, когда дойдем. В конце концов, это не горит, я думаю. Я бы уже хотел по сюжету пойти, но ты увидишь, столько активности и столько врагов надо победить. Еще мы с тобой, оказывается, знаешь, кого не победили? Вот в руинах Индезии и какого-то дерева. Но мы его уже победили с легкостью. Мне интересно попробовать луну. Да, давай сразиться. По-моему, она всегда будет сильнее нас. Да, тут враги всегда будут сильнее нас, насколько мне объяснили. И также по поводу трещины. Если я не вру, конечно, я точно не скажу. По поводу того, что они сильнее нас всегда будут. Единственное, что могу точно сказать. Трещина минус 100 максимум. Это хорошо, это хорошая информация. Так, укрепление. Трещина, трещина, трещина. Трещина. Еще раз. Максимум трещину у нас такую. Потерплю немного урона, а потом просто на удар посмотрим, сколько она несет. Тем более, я сейчас еще улучшение к глушащему урону я прибавил. Опа, блок. Отлично. Странно, что он блокирует этот удар. Я думал, что он его блокировать не может. Поначалу, когда мы только играли, да, когда он кидал вот этот булыжник. Я думал, он не может, он не в силах его заблокировать. Но, оказывается, видишь, может еще как. А, не можешь это сделать. Ну, тогда давай сделаем вот так, вот так и вот так. Все, имба. Ну, это, это да, победа, конечно. Ну, это, ха-ха. Это разрыв, да. Это разрывная. Это что-то читерское, мне кажется. Это уже перекач дикий. Еще, и что мне дадут за кровавую луну? Вот это интересно. 50 же золотых и... Я специально нажимать не буду, пусть он медленно прокруется. Типа сюрприз для нас будет. Острое копье. Типа острое копье, как гарпун. 983 золотых монеты. И все, серьезно. Давай попробуем среднюю луну забрать. Почему нет? Ну, легкую забрали без проблем. 4 тысячи здоровья. Средняя сколько будет? 1008. Вот, ну, 1008 у нас врагов еще пока не было ни разу. Так, по поводу уровня. Что мы качаем? Смотри, вот это хороший момент. Я вкачал уже оглушающий урон. Хотя, мне написал подписчик, что вампирское касание нет смысла качать выше 5 поинтов, что ли. Я хочу докачать. Да, я докачаю 20% до эпохи. Оглушающие. Все, вкладываемся в урон максимум. Максимум вкладывания в урон. Посмотрим, что это тут за среднюю луну. Ну, как-то дроп разочаровал. Тут опыт дали. Опыт хорошо. Интересный противник был. Тоже неплохо. Ну, как интересный. Ты видишь, беспроблемный. Вообще, абсолютно. Просто больше, чем у других здоровья. 4 тысячи. Хотя, по-моему, таких уже побеждали. Ну, кровавая у нас среднего уровня, наверное, даст нам жару, да. Че я там говорил? 8 тысяч хп? Да. Ну, даже кошка охренела у меня. Даже кошка у меня охренела от того, что здесь происходит, судя по всему. 38 тысяч здоровья. 800. 800, да. Бля, это че за средний враг? Я, я, я понял, походу. Я понял, что нам сюда рано. Я все осознал. Да. Знаете, я предлагаю пойти в подземелье. Я предлагаю пойти в подземелье. 38 тысяч здоровья. Это, конечно, классно, здорово, великолепно, чудесно. Но нет. Ни хрена нет. Вот как раз могила падшего у нас с тобой открыта. Туда и пойдем. Да, время настало, Искатель. 38 тысяч здоровья. Охренеть. Средний уровень. Что там на тяжелом творится, интересно? Что там творится на тяжелом? Передовой камень смен... А, ну дотронуться, да. Дотронемся. 335 опыта. Ну и хорошо. Ну и хорошо. 335 опыта. Тоже прекрасно. Как я прошел через это, непонятно. Так, дать большое кровавое зелье. Конечно. Тут... А, смотри-ка, здесь не такое глубокое подземелье. А, почему? Тут враги сложнее будут? Или в чем прикол? Просто как пример, прошлое подземелье было в разы глубже. Ну, а если посмотреть вот здесь на правую часть, то оно не глубокое. Сколько здесь? А я понял, почему оно не столь большое. Теперь я понял. Да, вот они, враги по 7000 здоровья. Охрененно, предположил. Но эта игра не перестает удивлять нас. Хорошо. Теперь это действительно сложное подземелье. Да, согласен. Блин, теперь это будет трудно. Ну как трудно? Трудно-то трудно, но возможно. Вот так сделаем. Я предлагаю сделать вот так. Ииии, наверное, удары две штуки я нанесу. Вдобавок к трещинам. Просто, чтобы снижать здоровье ее хоть как-то. Плюс здоровье мы вернем от нанесенного урона. Это что мы сейчас... Это был блок? Или мне показалось? Я надеюсь, что мне показалось. Зачем я сделал удар сейчас? Это было глупо. Надо было кинуть трещину. Кидаю теперь трещину. Все, минус сотка. А, минус девяносто. Ну ладно. Так, тоже хватит. Трещина, трещина, заточка и бросок. Зачем заточку сделал? Не знаю, на всякий случай. Это было глупо. Ну и ладно, нормально и так. Сколько нанесет? Ну, 2300. Хорошо. Здоровье и остановление плохо, конечно. Знаешь, в чем проблема? А проблема в том, что теперь каждый враг, который нам попадется, будет вот такой. Я вообще думал, что здесь будут враги по 1900 здоровья, по 2000 здоровья. Ну, как в прошлое, например, был босс, да? Но получается, тут видишь, в какой-то определенный момент бах, и просто скачок идет сильный. Мгновенный скачок по развитию врагов. И она наносит нам нехило. Она наносит нам по 305 хп урона, а мы при этом хилимся только на сотню. Хорошо, что работает блок. Что-то мне подсказывает, что это подземелье мы с вами не пройдем. Давайте попробуем увеличить броню. Может, это хоть как-то нас спасет, но не сильно. К сожалению, это спасает нас не сильно. Хотя, в принципе, в два раза урона уменьшил, по-моему. Точно не увидел, сколько она нам дамажила. Или оно. Что это вообще такое? Призрак какой-то. Блин, проблема в том, что осталось 1778 хп, а хилимся-то мы не можем. Понимаешь? Проще было бы не выкидывать молот, а... Да. Проще было бы не выкидывать молот, а чисто, знаешь, имбить. Если бы мы имбили... Чекпоинт 3... Третий, да, этаж, по-моему. Там написано чекпоинт 3 этаж. Или я ошибся и неправильно прочитал. Собрать все. Смотри, знаешь, в чем проблема? Очень много дохрена хп. 7000 это прям... Нет, в принципе-то я пройду это подземелье, но это будет сложно. Так, короче говоря, здесь давайте продолжаем. Знаешь, в чем прикол? У них слишком много здоровья, это во-первых. Во-вторых, нельзя против вот этих врагов бросать молот. Только под самый конец здоровья, когда у них остается около 2000-2500, вот это уже можно кинуть. А так, в принципе, я бы ее победил, если бы просто наносил удар молотом от руки и без проблем бы ему ее завалили. Вопрос только в том, что все подземелье усыпано этими противниками и финальный босс, скорее всего, обладает что-то около 18000 здоровья, наверное. В два раза больше, чем обычный противник. Но это, опять же, мои предположения. Не факт, что так оно и есть. Пойдем. Пойдем с вами... Ну, вампир, конечно, телепортироваться такое себе. Я вот не понимаю, видишь, надпись вампир, то есть это телепорт в нашу деревню или это телепорт в угол локации, вот туда? Немножко непонятно, мне бежать на юг или... Вот я просто сейчас потрачу телепорт, мне кажется, у нас вампир телепортанет. Поэтому проще идти в Каминград и с Каминграда бежать на юг. Пойдем сейчас в руинах Индезии и отфигачим того деревянного голема или кто он там. Но вот это, на самом деле, это хорошо. Это хорошо, что враги резко так прибавили в силе, потому что наш перекач, по сути, сейчас просто срезали. Это прекрасно, нас сужают в контенте, говорят, все, вот, ты прошел вот эти подземелья, ты выбил то, что выбил, ты молодец. Все, иди дальше. Иди дальше, развивайся, иди дальше, качайся. Они сужают, так сказать, контент возможный, чтобы у тебя не было настолько большой свободы, по сути. То есть ты не мог бы пройти все эти подземелья раньше времени. Как я понимаю, это делается именно в таких целях. Вообще не факт ни разу, может быть, просто решили бухнуть побольше урона в какой-то определенный момент. Но, видишь, сократили количество подземель. Ну, потому что, да, огромное количество этажей не имеет никакого смысла. Они правильно сделали, что они сократили число этажей и просто усилили врагов. Это грамотный ход. Мне нравится, молодцы. Молодцы. Хотя бы так долго спускаться не придется, серьезно. Битвы зато нас ждут интересные в ближайших сериях. Очень интересные битвы. И это тоже чудесно, как бы... Просто последняя серия, она слишком легкая была, согласись. То есть мы просто пришли и отфигачили, по сути, с двух-трех ударов тех врагов, которые нас свалили за один удар. Вот и все. Ой, как бы все проблемы, что у нас были, отошли на второй план. А сейчас будут бои поинтереснее, пожестче. Такие, как были в самом начале, понимаешь. Враг сильнее нас в разы, а мы с помощью набора наших умений, которые прокачаны на данный момент, неплохо. Будем пытаться с этим врагом справиться. Справиться с помощью тактики. Это будет действительно интересно смотреть, это будет действительно интересно играть. И как бы чудесно. Каких сильных врагов я еще не побеждал? Вот я пытаюсь вспомнить, кроме вот этого дерева. Я не помню вообще серьезно. Все из головы вылетело. Просто так, как я увидел, 38 тысяч здоровья. Да. Ну, 38 тысяч здоровья это охренеть, конечно. Средняя кровавая луна. Я представляю, что там в тяжелой кровавой луне. Это вообще жесть. Но это, судя по всему, контент для высокоуровневых уже, знаешь, которые игру прошли. Вот они там что-то хотят. Опыт или дополнительные очки, или врагов сильных хотят новых. И, видимо, вот кровавая луна это что-то для них. Что-то такое. Ну, а может и нет. Может быть там в конце какой-то приз специально дает. Кубок какой-то или что-то подобное. Но кто его знает. Я вообще ни разу не в курсе, поэтому... Ну, чисто предполагаю. Ну, конечно, да. Удивили ребят, молодцы. Сейчас еще хрен знает, сколько здесь ждать... Это дерево. Ну, чела в Дрейре Мэйре мы дождались очень быстро. Быстрее даже, чем призрак. На призрака я больше времени потратил. Призрак реально долго не хотел выходить. А вот этот огромный дядька с топором, он вышел сразу практически. Я реально там недолго бегал. Вопрос, сколько вот здесь этого ждать? Ну, в теории, там в этих подземельях, точнее в руинах. Вот мы бегаем, должен выйти. Я вообще не вижу смысла с ними драться. Давайте просто отбегать. Нет, конечно, мы можем получать с них опыт. Копейка к копейке, не проблема. Но я бы это делал, если бы... Враги мне были на один удар. А они мне на два удара. Поэтому не хочу тратить два хода. Проще вот так убежать. И забежать обратно. По-моему, где-то здесь он на нас нападал. Если я ничего не путаю. Ну, подождем. Ну, как бы, если ты думаешь, что я это буду вырезать. Я не буду это вырезать. Потому что, ну, как бы, я жду, ты тоже жди вместе со мной. Такая игра, такой, как бы, контент. Это часть игры. Ты должен понимать, что это здесь есть. Если ты, например, не играл в эту игру или не играешь. И не собираешься играть, тем более, например. И просто смотришь мое прохождение на будущее. Вот ты просто почувствуешь то, как это ощущается на себе. Хождение. Вот это ожидание босса. Это же тоже, типа, приключение. Хреновое, конечно, приключение. Ну, ладно. Наконец-то он вышел. 5200 здоровья. Ну, попробуем, давайте. По-моему, это самый сильный враг по здоровью, которому... А, нет, подожди, мы только что в 8000 положили. 7-8000, да. Трещина. Поехали. Эндис Бейн. Ну, да. Но он слабый по урону. Слабый по урону, поэтому без проблем. Я бы мог поставить на себя еще вдобавок укрепление, но я этого делать не захотел. Он слабо дамажит даже своей магией, поэтому бояться его нет никакого смысла. Даже по 31 бьет, но такое. Абсолютно спокойно. Без каких-либо проблем накидываем стаки. Все, стаки накинули. Ну, все. Прощай, Эндис Бейн. Давайте я нанесу ему вот так 3 удара и потом кину молот. Как раз 4 удара, 4 заточки. Надеюсь, этого... Блин, этого не хватит. Или хватит. Да, хватило, отлично. Ну, неплохо. 5000 получается за полную комбинацию я могу снести. На будущее будем знать. Я, походу, уровень опнул, да? Да, опнул уровень, отлично. Уже 49-й. 50-й скоро будет. Что с него выпало? Вопрос. Плащ Эндис Бейна. Искоревленная дубина. По-моему, мы ее видели в Каминграде, нет? Или в Аване. В Аване мы ее увидели, судя по всему. Искоревленная дубина редкая. Но это хрень, да. Отжерелье тоже. Вот отжерелье нам бы пора уже менять. Это копье великое, могучее. 31 броня, во-первых. Во-вторых, 11248 золотых монет. То есть он уже выигрывает по золоту и по броне. Максимальная грузоподъемность 17 килограммов. Это шикарно. Предметы плюс 17% на 2% больше, чем сейчас. И шанс критического удара плюс 5%. Ну, то есть, в принципе, неплохо. Но восстановление фокуса убирает. 6 единиц. А это грустно для нас. Я не буду этот плащ одевать. Хотя, конечно, максимальная грузоподъемность выглядит прикольно. Но нет. Я его не продам. Я его оставлю на потом. Но одевать я его не буду. Да просто потому, что мне это не надо. Серьезно. Зачем мне... Снижать свое восстановление фокуса, если у меня его и так, в принципе, не хватает на один раунд. Я бы дальше вкачал восстановление фокуса. Но, по-моему, здесь у нас мало поинтов-то осталось складывать. Улучшение фокуса. Восстановление. Вот. Да, 10 из 20 поинтов. К сожалению. Да, не так много. Блин, это печально. Это крайне грустно. Давайте вкачаем урон оглушающий. Где он? Ага. 72% уже, смотри-ка. 72%. Ну, неплохой буст тоже. Тоже неплохой буст. Шанс критического удара надо качать, во-первых. Во-вторых, крит-урон наносится плюс 2% урона тоже. Шанс оглушить цель в случае критического удара составляет 1%. При условии, что оружие имеет шанс оглушения. Что шанс оглушить цель в случае критического удара составляет 1%. Ну, типа это на первом уровне перка. При условии, что орудие имеет шанс оглушения. То есть, да, оглушающие орудие у нас молот. Но можно вкачать, но и такое себе, мне кажется. Слишком уж малый процент. Сколько там поинтов можно будет вложить? Вопрос вот хороший. 10, если 10 поинтов вложить можно, тогда это можно вкачать. Потому что 10% это уже хоть что-то. Если там 5 поинтов, то в этом нет никакого смысла. Понимаешь, очень много можно качать. Вот даже целая ветка получается. Шанс критического удара и крит-удар. С оглушением, да? Но на все это нужно опыта. А, к сожалению, он не резиновый. Понимаешь, и нужна и броня сюда нам. И здоровье надо бы добить до 30-ки опять же. То есть, 5 поинтов сюда, сюда еще надо 6 поинтов. Заклинание летучей мыши нам не надо. Шанс крит-удар от заклинаний сталь тоже не надо нам это. Восстановление фокуса еще 10 поинтов желательно вложить. Уклонение желательно вложить. Комбо приемы дополнительный фокус восстанавливает тоже. Добавляет одно здоровье за каждый комбо прием. 5% шанса произвести обычную атаку в конце каждого комбо приема, что тоже вообще неплохо на самом деле. Пассивная возможность... Ударил, если что, нечаянно пальцем микрофон. Пассивная возможность наносить после комбинации обычной атаки лишним никогда не будет. То есть, понимаешь, нужно почти что все. Вот из живучести, вот вся ветка третья почти что. Вторая ветка частично. Первая ветка полностью. Ну, она у нас открыта, там вот добить осталось. Последняя ветка первой. Вот это пассивы, магическая враня и все. В гневе это первая ветка полностью. Потом идет вот ветка оглушения. Дальше я не вижу смысла. Кровь, нет смысла. Яд, нет смысла. Урон... А вот это, кстати, хорошо. Вот это, кстати, классно. Потому что, например, если ты будешь драться этим молотом, да, у тебя будет оставаться мало здоровья, у тебя откроется комбинация ударов, и ты такой думаешь, ну а хрен с ним, давай перед сливом. Можно даже целенаправленно против сильных врагов копить полный урон до самого конца, 25% здоровья ждать. Ниже 25% открывается комбо удар, да. Это тяжко, но в теории можно это сделать. И после этого прокидывать молот. Вопрос, на сколько поинтов оно качается, вот тоже хорошо. Насколько сильно можно увеличить урон, когда у тебя здоровье ниже минус 25%. Это интересный момент, надо открывать тоже. Максимальный урон от оружия тоже желательно открыть. Тут не такой большой буст, но 10 единиц тоже неплохо. То есть вот нижняя ветка 2 поинта и средняя ветка оглушающий урон, да. Умение лгать, что у нас, уклон идет. Уклон, блок, мы до сих пор, понимаешь, мы с тобой блок дальних атак не сделали. То есть блок дальних атак, желательно опыт на 50% бустануть, то есть еще один поинт вложить сюда. Я бы и вес поднял, потому что сейчас у нас начали появляться проблемы с весом. У нас инвентарь забивается, когда это все печалька становится. У нас молот много весит, потому что... Короче, очень много, что надо открывать. Ну посмотрим, давай посмотрим в следующих сериях, что к чему. Пойдем, наверное, дальше по сюжету, пора бы уже. С тобой был я, Ван Грешник. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Увидимся в следующей серии. Пока.